всем привет друзья сегодня мы с вами продолжаем смотреть россию 23 закрываем гештальт сегодня у нас с вами ролик секрет шашлыка я ставлю лайк выставьте лайк мне комментарии напишите не забывайте репосты делать свои социальные сети и и кто если хочет заказать ролик поддержать канал материально пожалуйста ссылочки все там же также там пусть есть на бусте тоже условия немножко поменял на подписка за 200 рублей теперь есть за 200 из 500 новые да за 200 сейчас вам классно подписка там получите ролик и очень смотрите сами все все и самое все получается так 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 все начинаем секрет шашлыка и лайк поставил лайк поставил а вы не поставили лайк репост сделали я проверю блин за каждую нахер ты с вы на шашлыки взял давай владимир скажите почему вы не за рулем у меня тачки нет вы же иногда собираетесь пацанами в комнате смотрите тачки на дроме он там еще много все смотрит смотрю ну то есть вы за дром ну да то есть комнатный за дром стойкий аромат пряностей микрофон жалко его пикарная поляна мангал на начальном этапе это владимир гений кулинарного мастерства его мангал уже получил положительную оценку от мишлен кириллов и паш кулинарных кругах благодаря таланту всего за год парень преодолел путь от подмышки горда на рамзи до потной подмышки ведущий шоу на дорогах по пятнице у меня щас с тобой рамзи будет кулинарная фея стартует с мастер-класса по сборке мангала бывает конечно раз бракованный у меня тоже был отверткой знаете это неважно чем особенности сборки мангала какая особенная гнида гнида мангалыч мангалить а ида галич есть и да если это правильный да горить это книга мангалич просто крючки будет идогалич знаком почему я знаю это комик какой-то по моему и ты галич по моему комик какой-то вставляешь все тупо ловкость рук а вы свою ловкость рук развивали благодаря тому что давно не вставляли свой крючок, правильно? Слушай, я бы не обнажался крючок. Крючком был удачно. В работе с мангалом Владимир уделяет внимание каждой детали. В прошлый раз делал днище прорывало. У меня, кстати, тоже, я недавно узнал непереносимость лактозы у меня. Тоже днище прорывает пипец как. Хотя, казалось бы, молоко. Ну, вот так вот. Не знаю, что тебя связано у меня. Я очень кофе с молоком просто люблю. Я всегда выпью ее как Владимир, короче, бывает у меня. Владимир рассказал о реакции желудка на его прошлую готовку сосисок. А ты сам ел нормально, я готовлю. Владимир профессионал. Да у него-то я нища не прорвала зато. Анальный костровой, по словам гения, он может добыть огонь, имея в своем распоряжении всего лишь угли, розжиг, зажигалку и дрова. Это феноменальная, феноменальная возможность. Как он это делает, интересно? Под совсем этим набором огонь раздобыть. Пропитый. Деревяки закинули и рожек. Там из-за платы рожек, бумажка от углей. Согласен. Я сейчас согласен. Я стараюсь не использовать рожек, химию всякую. Я стараюсь огонь разжигать. То ли, естественно, способом, что ли. Как сказать-то? Без химии, без всякой стараюсь. И надо... Не получается, надо бывает, конечно, но возможно, стараюсь вот так вот. Возможно, стараюсь. Разве самый лучший розжиг, это не жидкость для розжига? Похоже, у химозы льешь, вот это все на мясо попадает. Согласен, согласен. Нашел. Она как бы не то, что попадает, ну просто химоза вся эта. Как бы она может быть в игре, я не знаю. Лучше не надо, я считаю. Дахнет, говорит, сразу же поливает. Ну тихо, можно. Когда никто не видит, она, знаете, она же нормальная. Как говорят некоторые... Пап, не буду. А то и обидится. Сейчас нынче все обидчивые, блядь, если религии всех обидишь, кого-нибудь заденешь, я лучше проболчу. Ну, я надеюсь, кто понял, тот понял, что хотел сказать. Важным элементом в готовке шашлыка на улице Владимир считает химическую обработку своего тела. Химическую обработку своего тела? Дурачок, вы просто комаринкой попшикаться этой дверь. Давай на лицо. Давай. Давай на лицо Владимир про... Ветер-то в эту сторону. Цитировал своих любимых актрис. Че ты, че ты? Негодование Владимира не случайно. За кулинарным талантом и победами на гастрономическом поприще скрывается история о разбитом сердце и расставании. Разбитом сердце? Совсем недавно Владимир разрушил отношения о которой строил больше пяти лет. Долг не мог расстаться со своим стар... Аааа. Старый мангал одноразовый. Я им пять лет пользовался. Он хоть заржавел, я выкинул. Псц, пять лет одноразовый. Хотя я сам же... Мне ли говорить, я сам им несколько лет пользуюсь. Оху. Сильные чувства на слабых углях. Пять лет между ними горел огонь. С... Перекошенный, грязный и мангал. Очевидцы того, как зарождались эти отношения, рассказывают, эти чувства буквально пылали. Я как сейчас помню... Вячеслав, красивый человек. В первую встречу Владимир тогда еще такой молодой, красивый, статный. У него такая-то лысина была. Мне кажется, он всегда с лысиной. А нет, он в роликах всегда с лысиной. Он только на фотографиях был без лысиня. А без лысины... Без лысины его. А в роликах он уже с лысинью начал появляться. Это был супермаркет. Они впервые встретились. И Владимир при первой же встрече сказал заветные три слова. Даже боюсь представить. Давай возьмем вот этот мангал по акции. По акции? Сколько? Давай возьмем этот мангал по акции. Шесть слов. Семь. Семь. Семь слов. Давай возьмем этот мангал по акции. Семь. Давай возьмем этот мангал по акции. Шесть слов Давай возьмем этот мангал О, акции, шесть Шесть слов, ты че? На протяжении пяти лет Эта страсть не угасала Но в один момент даже такая сильная любовь Сумела заржаветь И Владимир нашел себе новую, непользованную пассию С блестящим днищем Просто новый мангал купил Я старый выбросил Ранен сердце стрелой шампура Да, шестоко Несмотря на то, что Владимир делал И мне кто-то на даче подбросил Такой, ну ржавенький, но хороший мангал Подбросил тот самодельный И спасибо Вид, что забыл прошлые отношения Он продолжает хранить у себя вещи бывшего Примерно вещи бывшего Эти шампура Они же там маленькие с ним были в комплекте раньше Сейчас без этих идут уже, без шампуров Шампура, которую он использует сегодня Шли в комплекте со старым мангалом Ну да, я же говорю Раньше они в комплекте были Сейчас уже жмоты не ложат Прикасаясь к вещам, которые напоминают о былых чувствах Владимир плачет Ветер Ой, ветер Дым просто, наверное Какой-то бывший сука Автор песни Если бы не слезы твои были бы Если бы слезы твои были водой Ты был бы с Умытым лицом А Ну, в принципе, да В глаза попало Как нам удалось выяснить Отношения закончились тяжело для обоих Это подтвердила страница в инстаграм Ржавый, но в ладу Бывшего мангала Владимира Изучив публикации, стало понятно Былую страсть уже не вернуть А у него реально есть Я просто Я не от инстаграма, друзья Загуглить кто-нибудь Есть такой Этот самый Как его Так и страница в инстаграм Кстати, инстаграм Спрещенная Нынче В России Как ее? Соцсеть? Соцсеть, да Страсть уже не вернуть Какой шизойт вообще Ты крыло лицо Что-то показывает слезы Я тебе говорю Ты хуй с нами куда поедешь Оптимальная температура углей для жарки шашлыка составляет 600-700 градусов по Цельсию Владимир профи, поэтому 600 градусов по Цельсию Поэтому он делает ровно 666 градусов Контролирует нормативную температуру Используя специализированное оборудование Бесь углей Оборудование Это так называемый ладометр Владимир очень Ладометр у него чувствительный очень Гордится этим изобретением Поэтому часто забирает его домой И использует непоназначение Ай, блин Какой нахуй ладометр? Вспаунтует ладо... Ладометр Вспатентует ладометр каждую ночь Вспатентует? Патентует Я понял, о чем речь Только я вспатентует Не могу понять, к чему это Патент Патентует, наверное Наверное, к этому Какие назначения? На этом кулинарный арсенал Профи не заканчивается На наших глазах Владимир создает Специальное устройство Для полива шашлыка Вот так вот дырку в бутылке делаем Владимир обучался У лучших У профессиональных Бутылочных дыроделов С 2000-х годов Он слушал аудиолекции Заслуженных дыробутыловедов ГУФ Фойека 47 А-а-а-а-а Я понял, о чем К чему он сейчас Я не буду говорить Это притянут Кто понял, тот понял Круто Хорошо подвел Хорошо подвел Даже Очень молодец Круто Круто сказал Я не буду говорить О чем это Кто понял, тот понял Кто не понял Те молодцы Те молодцы Кто понял Те крут, как я Нет Я как бы Понаслышке знаю об этом Лично Не Если что Я никогда Только понаслышке знаю об этом Ну и видел При мне это делали Но сам нет Утверждает Что ГУФ И его волосы А то в ней Ну шли с центра Ну ахуенные треки были И что Ну да Особенно наркоманы Когда слушали Я конечно рассказывал Наркоманы Если обкурятся В армии были В эту Слава богу У меня в жизни Нету И даже если были бы Мне знакомые наркоманы Они бы Сразу же перестали быть Моими знакомыми Друзьями То есть моими Ну и знакомыми тоже Сразу перестал бы с ними общаться Право сразу же Так вот Смысл что Обкурились Сидят Слушают этого ГУФа Сидят такие Какие тексты Ты слышишь Что А там такой бред ГУФ Я не знаю Он сейчас мне кажется Не лучше поет Не буду утверждать Я не слушаю Такой просто Рэп для меня Это музыка Это для меня Нравится Слушайте Как хотите Я о себе рассказываю Говорю о своих предпочтениях Ты на ГУФу гонишь Жемчужина кулинарного арсенала Владимира Это нож По словам гениального повара Это альтернатива дамасской стали Так называемая дешманская сталь Этот клинок Эксклюзивно сплавили Владимиру По дешевке на рынке И все по 10 Раньше У нас на рынке раньше был такой отдел Все по 10 Прямо сейчас мы попробуем его испытать По словам Владимира Он легко справится Блин Ты же Как раньше Раньше Есть ролик Когда казаки там Шашка или чем-то Бутылки Наверное Тоже самое сделать Хочется Справится с тремя бутылками Полными воды Все как Справился Сказал мастер Он легко их уронил Вот первая партия Шашлыков на мангале Это мне про ролики Про кота Он что-то понаписали Всякого Про бутылки Интересно конечно Что типа плотность Там воды Я сейчас только что подумал А если вот Перед той же катаной Поставить полную бутылку воды Смогла бы она ее разрезать Та самая катана Которая Которая добряк Рубил руки Вот эти помните Силиконовые Интересно очень На самом деле Интересно Первым делом Кулинар проводит Мясо Это что такое Многие люди Я обратил внимание Я не говорю Что я Кулинарный мастер Пипец Гений Но Многие люди Они не делают шашлык Они жарят мясо Это не шашлык Это жареное мясо Шашлык Совсем Другое Вот это вот Я с ним Большие куски Это что-то еще получится Это путное Подробный анализ мяса Сразу видно Там магазины Держу как свинину А хотел бы гуся Домашние Шмоты беспонтовые Вообще Нахуй его брали Какой-то уксусом Замаринованный Вот домашние Аккуратненькие Шашлычки Четненькие Магазинные слева Значит этот Че он такой Ты же сам их маринавал Все отдыхают за столом Владимир одиноко Одиноко старается работая у мангала Наша съемочная группа Решила выяснить Причины такой самоотдачи В России Миллионы компаний Каждое лето Выезжают на шашлыки Каждый подобный выезд Подвергается Нападкам Аферистов Так называемых Фальшиво шашлычников Их легко определить По типичным фразам Я скидываться не буду Я шашлыки не хочу Вы все купите А я потом переведу Мы решили разобраться Как определить Таких аферистов А зачем он рожек держит Рядом Че вспыхнет В нашей информации Фоторобот Типичного фальшива Шашлычника Выглядит так Верхняя часть головы Слегка пустовато А лицо Причем И внутри тоже Имеет ярко выраженные Черты черта Че Какие нахуй черты черта Фотороботник месяц Фотороботник да Че Шамарну Че ты Шамарну Какие выражения Интересные Готовки к выезду На природу Фальшиво-шашлычники Активнее всех Ведут себя в супермаркете Лично везут тележку Старательно выбирают продукты А после на кассе Используют Заготовленную фразу Такая Типа Ну есть же Типа скрытая камера Латиш Это потом Будем ехать И скинуть На природе Фальшиво-шашлычник Отдает все силы Работе у мангала Делая вид Что особо мясо Не хочет Поэтому и не скидывался Усыпив Бдитель Друзей Дождавшись момента Когда все Максимально расслаблены Мошенник Хватает свою добычу По нашей информации При выезде На природу Компании Фальшиво-шашлычник Кидываются Примерно по тысяче Таких поездок В год Совершается Около семи Подобных Компаний В России Около ста тысяч Таким образом За год Фальшиво-шашлычники Зарабатывают Около семисот Миллионов Как нам удалось Выяснить цель Этого сообщества За ближайшие Десять с половиной лет Заработать Семь с половиной Миллиардов рублей Или сто миллионов долларов Именно это Сумма Является Гонораром Актера Уилла Смир Мита Фальшиво-шашлычники Верят Что актер Сможет прийти И стереть память Всем Тем Кому они Должны Сука Ты уже Бесишь Люди В черт Для того Чтобы вернуть Деньги Обманутым Шашлычным Вкладчиком Мы решили Выставить Владимира На Дроме Под видом Тойоты В аренду Приложение Дром Было выбрано Не случайно Во-первых Они нам платят Во-вторых Добавить объявление Здесь можно В один клик А нейросеть Дрома Автоматически Определяет Правильную цену Кроме этого Приложение Легко распознает Параметры Любого автомобиля И даже Владимир Это жестко Конечно Опять же повторюсь Владимир Молодец Что позволяет Так вот Если бы не хотел бы Это Понятное дело Что это будут Такие вещи жестко Но весело Весело Я не знаю Согласился Или Никого хрен знает Но Молодец Переведу Сейчас за стол Сяду Со всеми И переведу Владимир На ходу Распил Есть косяки По кузову А Не распил А На ходу Не распил Есть косяки По кузову Работая Над четвертой Партией шашлыка Владимир Понял Настало Время Для творчества Поэтому Парень Взялся За создание Чего-то Нового В мире Сосиски Что ли Кулинарии Традиционно Кулинары Всего мира Различают Шесть Ну вот Примерно Вот так вот Я делаю Вот Вот так вот Примерно Получается Или такой Вот Владимир Гений Поэтому Прямо На наших Глазах Он Разрабатывает Новую Пока Неизвестную Всему Миру Седьмую Степень Для Чтобы Увекроветь Себя В истории Кулинарии Он Назвал Ее В честь себя Приготовил Уголь Чтоб Никто Не Оторвался Шашлыком А Приготовил Уголь Все Я понял Шок Типа Последняя Партия Шашлыков Готова Завершением Дня На природе Становится Черноголовка Нормальный Принц Напитки Новое Блюдо Сегодня В меню Владимира Есть Новшества Сладкие Подушечки О Классно Маршмеллоу Блин Так Крут На самом деле На констре Пожарить Так Как вкуснятина Вообще Комаршмеллоу Которые Насаживают На палочки И жарят На каминах В зарубежных Фильмах Дело в том Что Владимир Обожает Зарубежные Фильмы Жарят И насаживают Вячеслав Завтра Благодаря Дрому У Владимира Придет смотреть Какой-то мужик Специально Для России 23 Чтоб Как-то Расплатиться За шашлыки Со мной Так 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 А вот такая Друзья Моя Сегодня Получилась Реакция Понравилось Или нет Обязательно Напишите В комментариях Ставьте лайки И делайте Репосты В свои Социальные Сети Будьте Клевыми И всем Пока